В Прохопьевске построят современный молочный комбинат. Уже такую планку достигли наши отношения Кузбасса с Республикой Беларусь, что уже бизнес договаривается в режиме онлайн. Договоренность достигнута в рамках визита делегации из Республики Беларусь. Отвязный дрифт в Кемерове. Представьтесь, пожалуйста. Это вы, что кого-то, провода. Скажите, что произошло. Наркоман на Тойоте пробил ворота и колесил по школьному двору. Новокузнецкие хоккеисты показали, на что способны. Металлург обыграл действующего лидера московская «Динамо». Добрый вечер. Это новости моего города. В студии Лариса Михеева. И Данила Волынский. Здравствуйте. Кузбасс и Республика Беларусь продолжают взаимовыгодное сотрудничество. Трехстороннее соглашение сегодня подписали губернатор Роман Тулеев, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Владимир Цалко, а также президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев. Таким образом, уже в следующем году в Прокопьевске начнут строить новый мощный молочный завод, который будет выпускать сыры, йогурты, детское питание и другую продукцию. А в Ваганово создадут племенной центр. Сибирский деловой союз, и сегодня сейчас наша делегация белорусская поедет на комплекс в Ваганово, приступит к созданию совместного племенного центра. То есть, уже будут телочки высокопродуктивной породы. И потенциал уже будет 12 тысяч килограмм молока в год. Сегодня в областном центре, кстати, открывается супермаркет, называется «Соседи». Это вот в районе детской железной дороги в областном центре. И в нем как раз продукты белорусских, наших производителей. Я рекомендую. Попробуйте настоящую, не пластиковую, или вы сами убедитесь. Но это только начало. Надо теперь открывать нам в городах Прокопьевске, дальше продолжать в областном центре, в городе Новокузнецке. Кстати, белорусские товары уже появляются на наших шахтах, разрезах, пока компания СДС. И мы будем это продолжать. Первый шаг по реализации новой программы сотрудничества уже сделан. В областном центре открыт супермаркет «Соседи». В нем будут продавать продукты белорусских и кузбасских производителей. Колбасы, мясные, молочные консервы, сыры, масло и кондитерские изделия. В изобилии товаров разбиралась наша съемочная группа. Новый уровень партнерства Кузбасса и Республики Беларусь. Первые лица нашей области и братской республики пробуют местную выпечку с белорусской начинкой. Магазин «Соседи» оправдывает свое название. По соседству с прилавками, изобилующими кузбассскими продуктами, колбасы, сыры, сгущенка и другие вкусности белорусского производства. Прямые поставки с фабрик «Коммунарка», «Красный пищевик», «Березовского» и «Минского мясокомбината». Все по ГОСТу. Например, сгущенка завода Глубокого, ГОСТ 84-го года. Мы попробовали колбасу, правда я еще не знаю ее название, но дома, я думаю, муж оценит. Вот, несколько видов я купила и шоколад ребенку. Тоже «Коммунарка», «Беларусь». Я думаю, будем сотрудничать дальше. Уже такую планку достигли наши отношения Кузбасса с Республикой Беларусь, что уже бизнес, он договаривается уже буквально в режиме онлайн. Только что встретились, и уже через неделю вагоны едут с поставкой товара и уже договариваются о создании совместного производства. Поставки лучших белорусских товаров в Кузбасс – это далеко не предел нашего сотрудничества с Республикой. Уже в следующем году торгово-экономические отношения выйдут на новый уровень. В Прокопьевске откроется молочный завод. Объем инвестиций составит порядка миллиарда рублей. Там мэр очень такой подвижный раз. Во-вторых, там шахты закрываются, нужны рабочие места. И нас просто попросили, там надо строить это предприятие. 60 тонн продукции в год будет линейку выдавать молочный завод. И плюс мясокомбинат точно такой. С вашего сырья, естественно, значит, технологии наши. У нас сегодня очень хорошие дешевые гермесовские линии. И у нас все предприятия мясо-молочные промышленности Республики новейшие. Это немецкая, итальянская технология. Новейшие, просто новейшие. Люди там не работают, автоматы. Пока совместное производство в ближайших планах. В настоящем первый магазин из сети супермаркетов «Соседи». Магазины под этим брендом пришли на смену СДС-маркетам. «Соседи» появятся в Кузбассе и в Алтайском крае. В сети наладят продажу не только белорусских натурпродуктов. На витринах найдется место еще одной новинки. Бренду «Домовая кухня», полуфабрикаты, свежие отварные овощи, хлеб и свежая выпечка. У ваших соседей только натуральные и доступные по ценам продукты. Андрей Шавнев, Анна Печенегова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Посмотреть на свою работу со стороны делегации из Беларуси во главе с министром республики Владимиром Цалко в ходе делового визита в Кузбасс посетила одно из крупных угольных предприятий области – «Разрез Черниговец». Гости смогли воочию увидеть качество работы белазов, которые они поставляют в компанию СДС, а также обсудить все нюансы эксплуатации многотонных машин с президентом холдинга Михаилом Федяевым. Подробнее Наталья Токмагашева. Как с оплошкой, так легко ковш многотонного экскаватора загребает горную массу. Американскую технику на Кузбасском разрезе Черниговец оценивает министр Беларуси Владимир Цалко. Гость вместе с делегацией из республики взирает на горные работы прямо из кабины экскаватора. Такая махина грузит в сутки от 16 до 20 тысяч кубометров. Здесь, как вы видите, подготовлен забой очень хорошо, поэтому, в принципе, проблем больших нет. И как раз это достигается той системой взрывания, про которую мы говорили. Завод по производству взрывчатки у нас свой, и электронная система взрывания позволяет более качественно готовить эту взорную горную массу. Впечатление от этой техники громадное, и, конечно, еще больше впечатление от экскаватора, который однокомнатная квартира, в общем-то, ковш, грузит вот такие большие машины. Ну, что сказать, ну, конечно, люди, которые здесь работают, наверное, непростые люди. Люди уважают себя, уважают свою профессию, любят этот край, где они живут. Поэтому, наверное, сказать спасибо большое, что они столько лет тут живут и работают. А мы, белорусы, конечно же, будем помогать, чем можем. Помощь от белорусских соседей выражается в тоннах. Сотрудничество с Братской Республикой началось в 2009 году. Тогда в нашем регионе было создано предприятие «Кузбасс Белавто», и «Белазы» стали работать на угольных предприятиях холдинга СДС. 220 и 320 тонники проходят обкатку на наших разрезах. Автосамосвалы зарекомендовали себя хорошо по отдельным маркам, по некоторым маркам, которые мы сегодня обсуждали. Мы как раз и будем рассматривать совместную работу по доводке этих самосвалов до тех кондиций, которые бы позволили эксплуатировать их с полной отдачей. Диспетчерские с новейшим спутниковым оборудованием. Один человек, сидящий в этом кабинете, за свою смену спокойно отслеживает маршрут всей рабочей техники разреза. В помощниках система ГЛОНАСС. А вот необычный медицинский кабинет. Всего за пять минут с помощью современных датчиков здесь можно определить психофизическое состояние работника. Готов он трудиться в предстоящую смену или нет? Такой метод проверки сотрудника для белорусов в диковинку. Сразу находятся желающие попробовать. Не обходят стороной гости и местную обогатительную фабрику. По ходу экскурсии возникают рабочие вопросы. Президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев посещает основное производство черниговца. Вместе с гостями и попутно обсуждает с белорусами нюансы эксплуатации поставляемых ими белазов. Так разрез становится площадкой для межнациональных переговоров. Сейчас на разрезе 72 самосвала. Из них 45 с грузоподъемностью 220 тонн. А уже весной в Кузбасс прибудут единственные в мире белазы грузоподъемностью в 450 тонн. Тестировать их будут здесь же, на разрезе Черниговец. Лишь при совместных усилиях такая масштабная техника может работать на благо. Наталья Токмагашева, Анна Печенегова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.